Здравствуйте, эксперт-паналитический клуб, тема Казахстан. Длительность нашей встречи сегодня 2 часа. Будем стараться так, чтобы первый час спикеры ответили на заявленные вопросы. Будем стараться, чтобы во втором часу у нас была дискуссия с участием всех участников. Наш сегодняшний спикер – это Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по Центральной Азии. Аркадий, добрый день, вы с нами? Вы пока что не с нами, но я вижу, что вы подключаетесь. Юрий Пойта, New Geopolitics Research Network. Юрий, добрый день. Добрый день. Арсений Сивицкий, сооснователь и директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований. Арсений, добрый день. Добрый вечер. Виталий Цыганков, политический обозреватель Радио Свобода, ведущий программы «Размова». Виталий, добрый день. Добрый день. И Екатерина Дайкало, юрист-международник, кандидат юридических наук. И Екатерина, добрый день. Добрый день. Так, напоминаю всем участникам, что мы ведем видеозапись дискуссии. Четверг Хаос Рул применяется по предварительному уведомлению. Такие фрагменты выступления будут вырезаны из видеозаписи. Так что, если вы хотите сказать что-то не под запись и что нельзя цитировать с вашим именем, пожалуйста, перед такой фразой сообщите нам, и мы поставим запись на паузу. Остальные участники дискуссии будут знать, что эту фразу с вашим именем цитировать нельзя. И также напоминаю, что у нас доступен перевод на английский язык. И если вам удобнее слушать нас на этом языке, то выберите английский в опциях Zoom. И свои вопросы пишите в чат и поднимайте руку, если вы хотите выступить. И передаю слово самодоратору Вадиму Можейкову. Вадим, пожалуйста. Спасибо, Антон. Добрый день, добрый вечер, коллеги. Все наши сегодня основные спикеры и гости. Рад вас приветствовать на первом в этом году онлайн-заседании Экспертно-аналитического клуба. Меня зовут Вадим Можейко. Я представляю, соответственно, Белорусский институт статистических исследований и сайт экспертного сообщества Беларуси. Это наше мнение, а Антон, который сразу пошел в место в карьер, представляет пресс-клуб «Белорусский фокус». И это заседание, конечно, мы в этом году начинаем с темы, которая просто очевидно напрашивалась. И было бы странно сейчас в начале января говорить про что-то другое. Поэтому попытаемся, я бы сказал, не то чтобы разобраться о том, какие причины и последствия казахских протестов. Потому что, безусловно, эта тема огромная и явно еще многое на столе неизвестно. Извините, пожалуйста, прошу прощения, коллеги, кто является спикером. Пожалуйста, выключите микрофон у себя, пока вы не говорите. Спасибо. Спасибо, Антон. Поэтому, действительно, окончательно пытаться разобраться, что произошло в Казахстане. Ну, прямо скажем, еще явно не время. Еще все в процессе. События развиваются у нас на глазах. Поэтому, явно, мы постараемся просто понять какие-то общие контуры. Что произошло, почему произошло, какие последствия могут быть. И, конечно, подробнее обсудимся на вводе силовиков от ДКБ в Казахстан. Миротворцы, или миротворцы, как их называть. Насколько все это законно и что будет дальше. И обсудим, конечно, как все это скажется на Белоруссии. Какие будут выводы для власти, для общества. И очевидно, что события разворачиваются так быстро. Что когда мы начинали, думали над этим анонсом, как его писали, войска ДКБ только собирались входить. Сегодня, в день дискуссии, войска в Русске уже начинают выходить. И это личный раз вообще демонстрирует, какая здесь серьезная динамика. Поэтому, конечно, все в процессе, все еще все меняется. Но тем важнее нам разобраться в том, что происходит, хотя бы на данный момент, чтобы быть чуть подготовленнее читать новости. Поэтому, да, я напоминаю, что все могут поднимать руку даже не только те, к кому я буду обращаться, но и те, кто подключился нам сейчас, как зрители. И будет время и для вопросов, и для комментариев. Ну, а сейчас давайте тогда, наверное, начнем с такой общей рамки, что вообще это было, если кратко говорить. И поэтому первым хотел бы дать слово Аркадию Дубнову. Очень рад, Аркадий, что вы к нам могли присоединиться. В прошлый раз мы с вами на одной дискуссии обсуждали в Татарском центре Беларусь, а вот теперь Казахстан. Я знаю, что вы занимаетесь этим регионом давно и прочно. Давайте попытаемся разобраться, какие были какие-то главные причины этих протестов, почему все случилось так, как случилось, ну и действительно ли эпоха Назарбаева, в общем, уже закончилась, или это еще все тоже не до конца ясно. Поэтому, Аркадий, вам слава. Спасибо. Меня слышно? Слышно. Значит, ну, поскольку у нас времени мало, людей, спикеров много, в подробности входить нет смысла глубоко. Я думаю, что слушатели, которые хотят понимать, в основном представляют себе общую картину, поэтому я воспроизводить ее не буду. Я сразу скажу следующее на мое восприятие, как это выглядит. Я слежу за этим с самого начала. Да, это начиналось с социальных протестов 2 января, но в результате сегодня можно сказать, что эта история может быть разделена на 4 фазы. И ни одна из этих фаз не имеет никакого отношения к внешнему вмешательству. Мы сразу отбросим любые конспирологические версии, согласно которым была совершена агрессия. Будем, так сказать, со снисхождением относиться к президенту Такаеву, который вынужден был утверждать, что это, как он говорил, по сути международные террористические банды. Ему нужно было хоть каким-то образом создать базу, соответствующую условиям действия ОДКБ, которая вводит свои войска в случае внешней агрессии. А внешняя агрессия была, так сказать, имплементирована в качестве упоминания каких-то неизвестных боевиков не казахского происхождения. Сразу скажем, что да, может быть, там были киргизы, там могли быть таджики. И, собственно говоря, это и есть внешняя агрессия. Значит, первая фаза закончилась где-то в районе 3-4 января, когда власть очень вяла, очень, так сказать, дифферентна. Власть в лице Такаева, его структур, относилась к этим протестам на западе Казахстана в связи с 150% повышением цен на автомобильный газ, который является основным источником топлива для 80% автотранспорта в этих регионах. Запоздалая реакция власти привела к тому, что протесты охватили весь Казахстан, как будто бы Бекфордов шнур, зажженный на западе страны, протянулся по стране и поджег всю территорию. Причина того, что везде заполыхало, понятно, в Казахстане давно, в латентном состоянии находятся вот эти протесты в связи с разными поводами. Не буду их, так сказать, здесь перечислять. Кто понимает, тот поверит. Фактов много, да? Начиная с самых громких протестов, закончившихся расстрелом в том же Жанназене на западе Казахстана в 2011 году, и заканчивая протестами, скажем, трехлетней давности тоже на западе, когда туда привезли индийских и китайских рабочих, которые как бы занимали места казахов. Это выразил уборный протест. Затем люди вышли, да, вторая фаза, люди вышли на улицу в Казахстане. Начались, так сказать, начались типичные для казахстанских протестов уличные такие волнения, протесты, в смысле погромы, даже вступление с полицией. Казахи – это, извините, не белорусы. Это азиатский формат выяснения отношений. Это мужской протест, там дело выясняют между собой отношения мужчины. Так сказать, мордобитие – это вполне естественно для тех краев. Да, стали переворачивать, так сказать, машины, поджоги. Это все было понятно. Такаев по-прежнему опаздывал. Он сначала обещал привести цену на предыдущий уровень, затем он обещал социально-экономические какие-то решения, конкретные реформы. Он опять опаздывал, когда уже начались политические требования. Это происходило на фоне первых призывов шалкет звучащих. «Старик, уходи». Это было не повсеместно, но, тем не менее, точно так же, как вспыхнувшее состояние протеста на Западе распространилось по стране. Это стало таким камертоном всего процесса в Казахстане. Дальше Назарбаев обнаружил, что он не справляется с ситуацией. Почему? И тут эта третья фаза начинается. Вместо этих просто молодежи, которые обычно выходят протестовать, вдруг, в первую очередь, на улице Халматы появились хорошо организованные группы мужчин крепкого спортивного телосложения. Их раньше называли у нас «титушки». Они были скоординированы, у них было целое полагание, они знали, куда идти, руководство действительно ими осуществлялось довольно, я бы сказал, профессионально. И они были вооружены летальным оружием. Они заняли здание комитета нацбезопасности в Алма-Ате, здание Акимата и заняли аэропорт. Все эти здания фактически никто не охранял, потому что, очевидно, была даже команда дана, вообще говоря, не оказать никакого сопротивления. В этот момент, 5 января, собственно говоря, есть точка перелома событий. Это начинается третья фаза, которая может быть обозначена выступлением пресс-секретаря Пескова, путинского, который сказал, что он не ждет заявления о помощи, пока из Казахстана не поступает. Он надеется, что власти справятся сами. Никаких признаков внешнего вмешательства нет. И через несколько часов появились эти признаки. В Алма-Ате начался просто ужасный день. Люди гибли на улицах. Сопротивление уже никто не оказывал, даже из числа силовиков. Город был оставлен, брошен вот этим самым бандитствующим элементом. Такаев пришел к выводу, что ему не подчиняются силовики. Он понимал, что он теряет власть. И он понимал, кто за этим стоит. Он понимал прекрасно, что за этим стоят совершенно не внешние силы, а внутренние, так сказать, часть верной Назарбаеву, молодой элиты. Причем Назарбаев уже явно был не при делах. И третью фазу я называю контрпереворотом. В то время как вторая фаза, это была попытка просто полупереворота, когда Такаев решил избавиться от второго центра влияния в лице Назарбаева, забодив его должность в председании безопасности. И это стало очевидным для этих родственников Назарбаева, что они могут потерять все, и они вступили, так сказать, в бой, бросив в качестве расходного материала вот этот криминалитет либо исламистских элементов, либо спортсменов и так далее. Дальше мы все знаем. Подходят войска, стабилизация достигнута в течение нескольких дней, потому что понятно, что этим ребятам делать нечего, они не смогут свалить Такаева. А это, собственно, было их целью. Все, сегодня наступает четвертая фаза. Такаев понимает, что его легитимность под угрозой, если остаются в Казахстане и иностранные войска. Он ощущает мощное давление снизу со стороны казахстанского, я бы сказал, не общества, а общества, к сожалению, там, в общем-то, нет. Есть давление как бы такого отспудной молодежи, который понимает, что, который дает ему понять, что он будет дезювирован так или иначе, как лидер, потому что он допустил вхождение в страну, в первую очередь, русских. Это неприемлемо для страны, которая уже сгорячена, в общем, достаточно антироссийскими настроениями. Ну вот, сегодня мы видим четвертую фазу, которая начинается с сегодняшнего дня и должна закончиться выводом. Дальше можно комментировать как угодно. Сразу скажу, что в любом случае, если кто-то захочет сказать, что это поражение Путина, он глубоко ошибается. Это серьезное. В любом случае победа Путина. Почему? Ну, я думаю, все это понимают. Если нужно еще как-то по это пояснить, то пожалуйста. Да, Аркадий, большое спасибо за такой расклад по фазам. И дать можно еще в этом блоке на последок кратко. А каким образом, просто для тех, кто не так погружен в этот казахский контекст, каким образом, вот есть некая связь между родственниками Назарбаева, которые скорее выглядят как богатые олигархи или высокие госслужащие, и вот этими тетушками, каким-то, не знаю, кримиталитетом из деревень, потому что это довольно-таки два разных мира. То есть это были какие-то структуры, это понятно. То есть как у нас осуществляется, в принципе, эта связь, и тем более, если это идет по какой-то их организации, вооружении, подготовке, как вам это представляется? Значит, мы сейчас имеем в виду, когда говорим вот этих людей из молодого окружения Назарбаева, мы имеем в виду его племянника, в первую очередь, генерал Самата Абиша, 43-летнего генерала, сына его младшего брата, который погиб еще в 80-м году, и он его опекал, как и его старшего племянника, генерала Кайрата Сатабалды, долларового миллиардера. Кайрата Сатабалды считается, и хорошо известен в Казахстане тем, что он покровительствует салафитам. Он, так сказать, в свое время оказался подвержен влиянию вот этой салафитской ветви ислама, как бы экстремистской, да, и в этом духе он организовал большое количество, он был председателем Федерации Восточных Единоборств в составе, которой было, как утверждают, около пяти тысяч молодых ребят, которые одновременно воспитывались в духе вот этого салафитского, так сказать, салафитской идеологии, да. Об этом в свое время Назарбаеву было доложено, но он, видимо, не захотел и не смог этому как бы противостоять. Вот эти самые ребята, скорее всего, и были движущей силой этих самых батальонов. Об этом говорил публично ныне покойный внук Назарбаева, султан Назарбаев, сын его старшей дочери Дориги, который недавно скончался в Лондоне при подозрительных обстоятельствах, утверждает, что именно потому, что он огласил информацию о, так сказать, подготовке и курировании, он называл цифру в 400 такого рода боевиков в лагерях где-то внутри, близко к Алма-Ате, которые готовятся в нужный момент быть, так сказать, служить вот этой своей боевой единицей, да, в руках близкого окружения его деда. Вот, собственно говоря, вот такая вот связь. И здесь можно, в общем, объяснить некое, так сказать, опасение, скажем, Москвы, Путина, что, в общем, в результате свержения Назара Путина, извините, Токаева, в общем, в Алма-Ате, в Астане мог бы утвердиться в режим совершенно непонятного, так сказать, профайла, да. Там есть и тюркское влияние, там есть, соответственно, там есть, соответственно, и вот такое исламистское влияние. И ясно, что Москва была не рада такой возможной перспективе, и это, собственно говоря, очевидно. Токаев был гораздо понятнее и естественнее. Это легитимный президент, его надо было поддержать. Аркадий, спасибо. Так, я вижу, у нас есть рука от Павлюка Буковского. Павлюк, что ты по этому моменту хотелось воскреснить? Да, добрый день, добрый вечер, Аркадий. Я хотел спросить, ожидаете ли вы передела собственности после перехвата власти Токаевым? Ну, поскольку есть разное мнение на этот счет, он будет соблюдать договоренности, которые были раньше, или он начнет вести полностью самостоятельную игру? Спасибо. Хороший вопрос, Павлюк. Значит, здесь присутствует и то, и другое. Такая как бы тенденция на перераспределение собственности, то есть ограничение как бы олигархов, попытка заставить их делиться, она уже заявлена. Но это пока максимально, что можно предположить в качестве реальных шагов. Просто взять и отнять и поделить таких достаточно опытных умен и современен, чтобы понимать, что это невозможно. А вторая часть ответа состоит в том, что вот мы просто сегодня буквально физически наблюдаем, как Токаев пытается очень, так сказать, аккуратно, но это так наглядно и так неловко это выглядит, соблюдать некие внутриэлитные договоренности, согласно которым нужно сохранить имидж, ауру Назарбаева как отца нации, аккуратно, так сказать, быть с этим мифом, потому что если признать сегодня Назарбаева разрушителем того, что он создал, или, так сказать, непосредственно его детьми, и в прямом и переносном смысле, то это, в общем, непереносимый удар для казахстанской государственности. Поэтому его нужно как бы аккуратно отделить этот миф Назарбаева от того, что происходит, или от тех, кто носит либо фамилию Назарбаева, либо относится к его большой семье. Здесь есть аналогия между тем, что происходило и происходит в Китае. Мао, так сказать, с одной стороны, как бы преступник, да, а с другой стороны, создатель современного Китая, и он лежит, так сказать, на узелле, и на Тянь-Уль-Мынь его огромный портрет, так сказать, красуется до сих пор и будет красоваться, потому что это символ государственности современного Китая. Так и здесь есть такая попытка. Все это выглядит чрезвычайно нелогко, на фоне того, что мы ничего не знаем, где сам Назарбаев, жив ли он, здоров ли он, где находится, и поэтому вот устранение, предъявление сегодня обвинений в государственном перевороте главе КНБ Кариму Масимову, человеку никогда лично не возглавившему такого рода мероприятия, как переворот, оно не что иное, как попытка увести из-под удара его племянников Назарбаевских, которые были заместителями Карима Масимова. Аркадий, спасибо, Павлюк, за вопрос. Давайте тогда двигаться дальше. В общем, хотел бы начать с обсуждения с Юрием, с обсуждения того же вопроса, который уже обсуждали с Аркадием. Юрий, с вашей точки зрения, какие, может быть, еще есть что-то, что еще Аркадий отразил, какие-то еще причины и, собственно, последствия, какие нас ждут казахских событий. Ну и насколько, да, насколько вот удастся, мне понравилось вражение Аркадия, насколько удастся отделить миф Назарбаева от конкретных людей с фамилией Назарбаева, которые все еще, видимо, заинтересованы участвовать в казахской политике. Всем добрый день, спасибо большое за приглашение. На самом деле я проживал около двух с половиной лет в городе Алматы. Вот перед Новым годом я выехал с этого города и я занимался научной деятельностью, писал докторскую диссертацию в местном университете и принимал участие, в том числе, в нескольких исследовательских проектах, в том числе, тех, которые касаются протестного потенциала. Конечно же, анализировать ситуацию довольно-таки сложно. Вроде бы как нам все понятно, да, есть несколько таких элементов. Аркадий интересно и докладно, я думаю, показал ретроперспективу ситуации и вроде бы как понятны следующие шаги всех игроков, понятны тенденции, общие тренды. Но я хочу сказать, что анализировать ситуацию непросто, потому что внутренняя кухня Казахстана, внутренняя политика, отношения между элитами в семье Назарбаева, отношения в аккорде, так называемой, это администрация президента, либо в библиотеке, это фонд первого президента, они остаются очень закрытыми и довольно-таки непонятными. И каким образом происходит анализ? Он происходит из заявлений высшего военно-политического руководства, из заявлений экспертов, но мы понимаем, что экспертное поле в Казахстане также очень, скажем так, специфическое, и поэтому анализировать довольно сложно, потому что можно пойти по неверному пути, по неверному нарративу, который распространяется, возможно, власть, возможно, такими зацентрами силы и так дальше. Точно так же анализировать по телеграм-каналам, изгните меня, разное, там вбросы, там практически, наверное, каждый второй вброс, он осуществляется и имеет высокую степень дезинформации. Поэтому я для себя разложил данную ситуацию даже не по времени, а по трем элементам. Это ключевые элементы, ключевые составляющие. Это первый элемент, это массовые протесты, которые мы наблюдали. Второй элемент, это борьба элит. Я думаю, никто не будет отрицать того, что это происходит. И третий элемент, это внешнее влияние. Я согласен с Аркадием о том, что внешнее влияние имеет место не как организация таких террористических банк и переброска их за границей, а внешнее влияние как раз российское влияние и ОДКБ. И вот вопрос возникает в том, для меня лично, это каким образом эти три элемента взаимодействуют, что является первопричиной, а что является следствием. Например, что касается массовых протестов. Я исследовал, скажем так, в определенной степени протестный потенциал Казахстана в одном из проектов. И вот что касается протестного потенциала, анализировать тоже сложно, потому что социология, открытая социология практически отсутствует. Особенно та социология, которая легитимизирует либо делегитимизирует пребывание при власти определенных финансово-экономических, каллигархических групп и так дальше. Поэтому, что касается протестного потенциала, то по заявлениям социологов, специалистов, которые действительно в поле, которые занимаются, они говорят, что он рос и возрастал довольно-таки, ну, последовательно возрастал. Есть несколько подходов к изучению протестного потенциала и накопления его. Это первое, это основывается на экономическом недовольстве. Это называется теория гривенств теории, теория недовольства и относительно депривации, которая говорит о том, что если общество испытывает финансовые трудности, то она более склонна к протесту. Данная теория, она на самом деле в Казахстане не работает. Ну, и в разных странах она работает по-разному, потому что, например, мы видим в Таджикистане с низким уровнем жизни населения протестов практически не происходит. В Таджикистане мы видим абсолютно противоположную ситуацию, хотя экономическая ситуация очень-очень схожа. Теории протестов говорят о том, что основным двигателем, одним из основных драйверов протестной активности является теория политических возможностей. То есть в демократических режимах власть более, скажем так, позволяет вести протестную деятельность, и протесты являются на самом деле каналом коммуникации общества с властью. Это является способом выплескивания пара недовольства общества. Они по статистике в демократических системах протесты случаются чаще, намного чаще, но они имеют мягкий короб. В авторитарных системах власть ограничивает протестную деятельность, поскольку она считает ее угрозой для своего режима. В таких режимах, в таких системах протесты случаются реже, намного реже, но по статистике, если они случаются, то это с большей вероятностью может произвести к революционной смене режима, вообще к сменению политической системы. Поэтому, что касается Казахстана, то мы здесь, с моей точки зрения, наблюдаем как раз, что основным все-таки драйвером вот этой протестной активности, которая выплеснулась несколько недель назад, неделю назад, являются все-таки особенности политического режима. Потому что в Казахстане мы понимаем, что власть оторвана большой довольно-таки гэп от общества, не сформированы достаточно эффективные каналы коммуникации, общество не делегирует своих представителей во власть. И хотя президент Акаев и пытался сформировать так называемый слышащее государство эту концепцию, но, наверное, она работает не очень эффективно. И так дальше. Например, точно так же местная власть, она не пользуется авторитетом на местах. Почему? Потому что акимы, областей, районов, они не выбираются, а они назначаются по вертикали. Только в этом году, только в прошлом году, была введена выборность акимов сел. Остальные акимы, они фактически, они являются представителем президента, но они неэффективно работают с обществом на местах. По второму элементу, борьба элит, я не буду на нем долго останавливаться. Скажу только одно, что мы видим отсутствие лидера нации, Ельбасы, первого президента в информационном пространстве. И, насколько я понимаю, во время подобного острого внутриполитического кризиса он должен был бы выступить и найти какой-то консенсус, он должен был бы взять на себя ответственность, но его нет. И это вызывает очень много вопросов на самом деле. И, возможно, борьба элит является не следствием массовых протестов, а, возможно, это является и причиной массовых протестов. Здесь очень сложно сказать, но мы видим в том числе и постепенное, последовательное, скажем так, устранение с властных коридоров, с позиций и лиц, которые близки были к султану Назарбаеву. Я имею в виду лидера, главу КНБ Карима Насимова, которого сейчас обвиняют в государственном перевороте. И третий элемент – это влияние Российской Федерации. Мы видим, что Россия является все-таки главным игроком на этом пространстве. Очень быстрый запрос был от президента Такаева во время вот этого кризиса. И как раз тот момент, когда, по-моему, и войска ОДКБ или российские войска, они не нужны были для непосредственного разгона протестов и восстановления контроля над ситуацией. Мы видим очень быстрый ответ со стороны ОДКБ. Мы видим очень быстрый приезд. Фактически за сутки были переброшены войска. Поэтому все-таки российский фактор, я думаю, он является одним из ключевых в данной системе из трех элементов. Какие могут быть последствия, сложно тоже сказать, но я думаю, однозначно это усиление влияния России на страну и на руководство, на руководство, военно-политическое руководство страны. Ну, по-моему, вот основные, вот по основным вещам я прошелся. Может, у кого-то есть вопросы? Да, спасибо. Я думаю, вопросы, да, будем в процессе, если у нас будет дальше, да. И вторая часть, чтобы я добавлять. Мне кажется, тогда, в общем, сейчас более-менее как-то с этим разобрались и очень хорошо подвели к обсуждению того, насколько действительно супербыстро ввели силы ОДКБ, насколько быстро было принято решение, или, может быть, уже раньше было принято решение, а быстро задействовали, может, были раньше другие варианты. Поэтому давай тогда будем сейчас, по-моему, переводить к этому второму вопросу. Я тогда бы хотел обратиться к Екатерине Дайкало, которая как раз представила очень такой, мне кажется, понятный юридический разбор того года войск ОДКБ, потому что, мне кажется, многие, опять же, там не, как и я, не супруглубокорсбираются в международном праве. Ситуация выглядит вроде бы, ну, не то, что просто было вторжение войск, вроде бы, более-менее законный президент попросил. Вроде бы, да, что он предъявляет Лукашенко, вполне признаваемый на Западе, внутри страны, в общем, никто вроде не спорил с ним президентом. И как будто бы это закон. Ну, вот, Ирина, я так понял из того, что вы в том числе писали, что есть большие вопросы по этой законности. Давайте тогда, может быть, для неюристов попытаемся кратко это обсудить и, собственно, понять, какие это все может иметь последствия, в том числе долгосрочные для других стран и для всего региона в целом. Спасибо большое, коллеги, Вадим, спасибо, спасибо, что пригласили. Да, действительно, я написала большой разбор одного лишь аспекта именно вот соответствия обязательствам материальным, да, сути в Фейсбуке, поэтому я не буду сейчас это все пересказывать, это можно, если что, прочитать, но кратко, конечно, я скажу, в том числе и упомяну другие важные моменты в этой связи. Дело в том, что вот эта ситуация вся с включением механизма, если это четвертый договор ОДКБ, это очень хорошая иллюстрация, которая показывает вот ту самую ситуацию, в которой оказываются отношения государств постсоветских, которые остались в постсоветской парадигме же, которая совпадает с орбитой влияния России, государства, которые не имеют вообще в своей привычке право воспринимать как элемент управления и как элемент ограничения власти, как внутри себя, также и они переносят это и на международные правовые конструкции, которые создают в регионе, и которые получаются такими смысловыми уродцами. Почему, опять же, очень важно, почему вот это так рассматривать, не просто узко там, как сейчас мы скажем, это там соответствовало право или не соответствовало, здесь намного более глубокие смыслы для осмысления процессов трансформации, и в том числе и Беларуси, которая придет, я надеюсь, к этой трансформации когда-то, да, потому что эта вот культура, это абсолютно идентичная вещь. С одной стороны, они оказываются в такой очень, эти государства, они оказываются в такой очень позиции противоречивой. С одной стороны, они все часть глобального мира, они не могут, они не в лесу живут, да, как бы и не в пещере, и они вынуждены следовать определенным правилам. Они создают ОДКБ, они прописывают в уставе определенные вещи, они прописывают в договоре коллективной безопасности, определенные вещи, которые, в общем-то, соответствуют стандарту и рамке мировой. С другой стороны, они дальше совершенно не считают себя этим связанными и действуют вообще по своей программе. Но вместе с тем, важно понимать, конечно, что мы видим сейчас очень много комментариев там про то, что международное право, там оно никому не нужно, оно не важно, это вообще право сильного и так далее. Это все тоже имеет право на существование, да, вся вся эта такая негилистическая критика, но, на мой взгляд, в ней нет особого смысла в этой риторике и девальвации права, потому что и так хватает как бы людей, в смысле субъектов, которые его девальвируют, да. И важно понимать опять же, что эта рамка правовая, она несет в себе не только какую-то сугубо техническую функцию, там, соответствует или не соответствует, она внесет в себе определенную культуру подотчетности обществу, она внесет в себе определенную, определенные механизмы, когда ты, даже если, безусловно, право нарушается, любое право нарушается, я думаю, все, кто здесь сидит сейчас в этой дискуссии, хоть раз нарушали право, и им за это ничего не было, но речь о том, как мы воспринимаем то, что мы делаем, как мы отвечаем, как мы регулируем, и как мы понимаем смыслы вообще, для чего это нужно. Так вот, относительно ввода войск, да, миротворческих. Конечно же, статья 4 договора коллективной безопасности, на которую ссылается в своей записке Пашинян, по-другому не знаю даже, как это назвать, она очень четко привязана к статье 51 Устава ООН, то есть важно понимать, что любая региональная организация коллективной безопасности, она не действует обособленно, она не может создаться по своим особым каким-то правилам, она действует как часть глобальной системы международной безопасности, которая существует в рамках ООН, и основную ответственность за которую несет СовБЕС, полномочия СовБЕС четко прописаны в главе 7 Устава, в том числе его полномочия принимать решения о принудительных мерах, как связанных с использованием силы, так и несвязанных. И организации региональные, организации по безопасности, они, в общем-то, создаются в силу главы 8 Устава, которая призвана создавать механизмы, которые могут дополнять универсальную систему, потому что региональная специфика, она, естественно, есть. Универсальная система не всегда может адекватно реагировать и видеть вызовы, и быстро реагировать, да, и понимать вообще суть этих вызовов. Поэтому, безусловно, это важно. А ДКБ именно такая организация. В общем-то, у нее есть декларация о сотрудничестве с ООН, в которой прописана приверженность ДКБ главе 8, действия в соответствии с этой главой, и в Уставе ОДКБ, и в договоре о коллективной безопасности, прописана действия в соответствии с Уставом, и все такое прочее. Так вот, суть главы, суть четвертой статьи договора о коллективной безопасности в том, она отсылает к статье 51 Устава ООН. Статья 51 Устава ООН – это исключение из исключений, то есть это право на коллективную самооборону, которое является исключением, в свою очередь, из исключительно санкционированного Советом Безопасности вмешательства. И вот только в случае определенных в статье 51 ты можешь сделать это без разрешения Совета Безопасности, но уведомив его исключительно до того момента, когда он не начнет действовать в своей рамках, в своей компетенции. Опять же, обращаю внимание, что в страну ОДКБ создали именно такой договор, а не другой, в общем-то, создать и не могли, потому что это рамка, и они, ну можно же было написать, мы можем входить друг в друга, когда хотим, по звонку любого президента, да, но почему-то нет, почему-то написано вот так. И здесь важно понимать, что когда включается, что такое право на коллективную самооборону, когда включается эта статья, там есть тест, это вооруженное нападение внешнее от государственного, от государства, нет, не от негосударственных акторов. И она трактуется исключительно и только так. По-другому она трактоваться не может. И здесь я хочу сказать, что мы, ну это не какое-то мое толкование или трактование, то есть ссылка на эту статью, есть в статье 4 договора, на которую ссылается Пашинянка. Абсолютно, однозначно, вообще просто вот факт. И безусловно, как уже говорили коллеги до меня, никакого этих условий соблюдено не было, никакого вторжения внешнего, никакой агрессии и вооруженного нападения другого государства на Казахстан не было. И безусловно, опять же, возвращаясь к процедуре, я думаю, что никто ничего никуда не сообщал, то есть сообщить Совету Безопасности, это является обязательным условием по статье 4, на которую ссылается Пашинян в своем этом решении. Это материальная норма, то есть это объем обязательства, который не был соблюден. Процедурный момент, который тоже очень важен и который тоже, вот исходя из того, что я говорила, о отсутствии привычки вообще подчиняться каким-то процедурам, да, он тоже очень важен, потому что, что мы видим, мы видим такая в решении Пашиняна, которое опубликовано 6 января, мы видим, что по звонку президента, по просьбе президента Такаева. Сегодня на сайте УДКБ опубликована тоже новость о том, что в адрес государственных членов направлен проект решения о выводе войск, опять же, на основании того, что Такаев попросил уже их вывести. Он сначала попросил их ввести, потом попросил их вывести, и получается какая-то организация по вызову Такаева. Это, конечно, детский сад, потому что международная организация, когда принимает решение, она, безусловно, должна действовать в рамках устава. Органы должны за этим следить, естественно, и ситуация, которая происходит, на которую организация хочет отреагировать, она должна сад носиться с положениями устава, прежде чем принимать решение. Да, действительно, очень много тоже можно видеть в комментариях, что он сам позвал, да, он сам позвал. Надо понимать, что, опять же, на самом деле было, есть много других совершенно легитимных и законных способов обеспечить военное присутствие на территории Казахстана, российская. Когда сам позвал там разместить база военная, например, по соглашению, это совершенно все не противоречит. Но если вы хотите включать механизм статьи 4, в которой есть, в которой имеет конкретный смысл и в которой есть конкретная четкая отсылка к статье 51, да, и там еще более, там еще написано дальше, что все эти действия в строгом соответствии с уставом ООН должны происходить, то вы должны понимать, что это определенный алгоритм, там нельзя никого никуда позвать. И, конечно, это ответственность членов организации, которые принимают это решение. И все в том, что мы прекрасно понимаем, что стоит за этим решением, да. Так вот, несмотря на то, что есть куча законных способов обеспечить военное присутствие, но такое чувство складывается, и я думаю, что не только у меня, что важно было включить именно этот механизм права на коллективную самооборону. То есть важно было именно включить механизму ДКБ. Есть много всяких разных точек зрения политологических, я не полезу в это, я не политический аналитик, да, но тем не менее абсолютно очевидно это, что им надо было включить именно этот механизм. И опять же, что касается процедуры, далее если мы говорим, мы не видим ни единого документа, мы не видим мандата. То есть для того, чтобы говорить о том, во-первых, это не в рамках устава УДКБ, и это нарушение и устава, и договора. Во-вторых, мы не видим никаких документов, которые могут нам позволять работать с этим вопросом. Мы видим один абзац решения на основании звонка Такаева туда, один абзац сегодня появился такой же на основании звонка Такаева обратно, и все. Нету никакого мандата. Говоря о вот те, кто говорит о лязгающих натовских гусеницах, тоже хочу сказать, что, конечно, при, ну, во избежание там, да, двойных стандартов, безусловно, есть очень много одиозных решений НАТО, есть очень много, скажем, неоднозначных решений Совбеза, когда он включает механизм... Я не слушаю сейчас. Очень хорошая наша... Когда он включает механизм по повесе свой. Но, тем не менее, я хочу сказать, что если мы зайдем на сайт НАТО, мы увидим все действующие миротворческие миссии, все законченные миротворческие миссии, конкретные цели и рамки этих миссий описаны, конкретные ссылки на резолюции Совбеза, где мандат мы можем увидеть этой миссии. Когда мы говорим о решениях Совбеза, мы видим конкретные резолюции с мандатами, где выставлены флажки, мы можем понимать, кто за это отвечает. Это к вопросу о подотчетности, о поиске ответственных в будущем, да, и к вопросу о прозрачности. В данном случае, мало того, что это все нарушено, но непонятно совершенно вообще ни одного документа нет, у каков мандат этой миссии. Допустим, да, вы нарушили эту статью четвертую, вы нарушили устав, вы ввели миссию, какой у нее мандат. Сегодня опубликовано также заявление ЗАСЯ, прощальная речь, ну не прощальная речь, это торжественная речь по поводу вывода войск, да, и там он говорит, цель у миссии была такая, значит, где, где эта цель, да, значит, справилась она с ней успешно, опять же, где мандат, чтобы мы могли это увидеть, успешно это или не успешно. Вот, поэтому и еще один интересный вопрос по принятию решений. В уставе ОДКБ, ну если, скажем, материальные нормы, они вынуждены в рамку общую как бы вставлять, и они их, в принципе, переписали, точно такая же норма о ссылке на статью 51, например, в статье 5 договора о создании НАТО. Абсолютно, да, это то же самое. Но вот в процедурных моментах, так как эти ребята, в принципе, не понимают процедуры вообще, как некого элемента ограничения, да, их власти, они очень интересно записали в принятии решения. В принятии решения ОДКБ происходит консенсусом, так же, как и в НАТО, кстати. Но дальше написано, что принятие решения может произойти в ограниченном формате. Что такое ограниченный формат? Вообще непонятно. Дальше написано, что принятие решения в ограниченном формате может произойти только если все на это согласились, все участники организации. Ну, вроде бы хорошо, но в следующем абзаце написано, кто не согласился на это, он ответственности за это не несет. То есть, как бы, если вам не нравится, если вы не хотите в чем-то участвовать, мы сделаем это без вас, вам это не будет ничего стоить, но вашим именем мы будем прикрываться. Вот, то есть, такое принятие решения. Поэтому, например, каким образом вот это решение принималось? Мне кажется, это был ограниченный формат, хотя я не понимаю, что это такое, исходя из положения устава, да, там этого не прописывается. Вот. Да, потому что звучит очень интересное положение, получается, то, что Белоруссия может чего-нибудь сделать с отыменем ДКБ без согласия остальных, сказав, что ну, то есть в ограниченном формате, это же как бы, да. Да, в ограниченном формате. Да, да. Ну, вот, в общем-то, это, в принципе, все, что я хотела сказать. Спасибо. Действительно, по-моему, от такого, можно сказать, такого абстрактного риторического понимания, что вот, мол, приглашу уже законный ТКФ, мы как только начинаем углубляться в детали, понимаем, что, в общем, от какого-то законного соблюдения процедур, то, судя по всему, говоря, очень и очень далеко, и все это не просто процедуры не соблюдают, а, да, получается, опять же, углубляясь в детали, мы видим, что у нас уже нет внятного мандата и нет понимания, как входили, для чего входили, и тогда предлагаю по этой системе продолжить с Арсением Севицким, тем более, что, да, Арсений, ты же занимаешься и как раз, да, международной безопасностью, я помню, что как раз недавно был тоже в Казахстане на какой-то конференции, потом давай разберемся с твоей точки зрения, насколько вообще этот ввод из силы ДКБ, насколько он был осмысленным, к чему он привел, насколько все это было законно, ну и самое главное, какие это ведет последствия. То есть, ДКБ превращается в действительно какой-то, там, сейчас шутят, не знаю, клуб испуганных диктаторов, или мне вот скорее больше импонирует аналогия с так называемым Священным Союзом 19 века, когда, в общем, консервативные монархии честно сказали, что да, мы будем защищать друг друга от всех, просто потому, что мы такие хорошие, а не такие плохие, в общем, ничего нам больше не нужно. Какое, такое же будущее ДКБ или как-то иначе? Да, спасибо, Вадим, уважаемые коллеги, еще раз добрый вечер. Я начну с небольшого отступления. В конце ноября я посещал Нур-Султан для участия в конференции, посвященной строительству партийно-политической системы Казахстана. Президент Акаев сформулировал на тот момент очередной пакет политических реформ, который направлен на демократизацию общественно-политической жизни и большее вовлечение казахстанского общества вообще в политику, в процесс принятия решений. И ничего не предвещало на тот момент, с одной стороны, что Новый год мы будем встречать уже с кризисом в этой стране. Но конференция проходила как раз через неделю после того, как Елбасы Нур-Султан Назарбаев передал пост председателя партии Нур-Атан уже президенту Акаеву. И здесь возникла такая неловкая пауза, по которой уже было понятно, что в воздухе присутствует некая напряженность, потому что пост Елбасы передал Акаеву, но Акаева должны были выбрать на съезде партии председателем. И вот заминка с созывом съезда этой правящей партии создала впечатление, что что-то начинает искрить. Но опять же, никто тогда не мог догадаться и предсказать, что вот эти искры в итоге спровоцируют такой пожар кризиса. Для того, чтобы дать свою интерпретацию событий, связанных с вводом войск ОДКБ, я хотел бы все-таки дать сначала оценку того, что произошло. И мне кажется, что здесь действительно не протестные выступления стали движущим фактором нынешнего кризиса, а как раз вот нежелитная напряженность, которая усиливалась последние месяцы прошлого года. И, возможно, она обострилась в связи с тем, что что-то произошло в период между 28 декабря и 1 января с первым президентом Елбасы, султаном Назарбаевым. 28 декабря его последний раз видели на публике, я напомню. И в качестве гипотезы я хотел бы остановиться на следующем. Возможно, или стремительное ухудшение здоровья с последующей недееспособностью или и вовсе внезапная кончина могла подстегнуть вот начало нежелитной войны, которая уже наложилась впоследствии на рост протестных настроений, который, с одной стороны, как говорили мои коллеги, был вызван непопулярным экономическим решением, повышением более чем в два раза цены на сжиженный углеводородный газ. А с другой стороны, мы видим, что этой протестной динамикой по-своему пытались оперировать противоборствующие элитные группы. И это в том числе хорошо было видно по смене лозунгов. И с этой точки зрения, мне кажется, важно как раз и обратить внимание на то, что КСОР принимал, точнее, я прошу прощения, ОДКБ принимало решение о вводе именно миротворческого контингента, но никак не коллективных сил оперативного реагирования или же коллективных сил быстрого развертывания в Центрально-Азиатском регионе. Дело в том, что официальная версия событий, которую транслирует господин Такаев, предполагала бы как раз использование именно этих двух компонентов. КСОР и коллективных сил быстрого развертывания, потому что они как раз предполагают участие в операциях по отражению внешней агрессии, в контртеррористических операциях, в борьбе с терроризмом. Но были задействованы именно миротворческие силы, и мне кажется, что как раз в этом решении и кроется подсказка того, что произошло в начале года. А по сути это внутренний гражданский конфликт, который потребовал введения именно миротворцев не просто для охраны критически важных инфраструктурных объектов, но и, по сути, возможного разделения противоборствующих сторон. Поэтому и тот факт, что это произошло очень быстро, практически в течение одного дня, говорит о том, что в Москве очень хорошо были осведомлены о этом внутриэлитном конфликте, который очень легко может перерасти в новую гражданскую войну. И в связи с этим я хотел бы также обратить внимание на то, что есть такое соглашение в рамках ОДКБ о миротворческой деятельности. Оно было в 2013 году подписано, и там в том числе прописана процедура, как принимается решение о вводе миротворческих сил. И я вот буквально зачитаю. Третья статья этого соглашения говорит о том, что решение о проведении миротворческой операции на территории государства членов принимается Советом коллективной безопасности с учетом национального законодательства государств членов на основании официального обращения государства члена о проведении на его территории миротворческой операции или решение Совета безопасности ООН о проведении миротворческой операции на территории государства, не входящего в ОДКБ. Поэтому с формальной точки зрения, мне кажется, вот этот институциональный механизм, он был все-таки соблюден. И здесь важно ответить на вопрос, почему для тушения этого края кризиса потребовалось именно введение миротворческого контингента АНИКСОР или КСБР. С моей точки зрения, ответ лежит на поверхности. Москва, Кремль просто рассматривали данный кризис в том числе как результат внутренней межклановой борьбы и задействовали этот инструмент для того, чтобы условно поддержать некий баланс и не дать этой клановой борьбе трансформироваться в новую гражданскую войну, не дай бог, или какой-то более серьезный затяжной конфликт. Притом, по факту, мне кажется, что в этот же момент и по сути контрреволюция, о которой говорил Аркадий, она победила. И с этой точки зрения можно говорить о том, что Кремль в этой междоусобной клановой борьбе занял определенную позицию и поддержал господина Такаева, а присутствие контингента на земле позволило предотвратить некую попытку реванша со стороны условной семьи. Что ожидать дальше? С моей точки зрения, что Россия не настаивала на сохранении своего военного присутствия, будь то это под эгидой ОДКБ или в национальном качестве на данном этапе, понимая, что это будет крайне непопулярное решение, и этим российский руководство только подставит президента Такаева. Поэтому я думаю, что если не произойдет никаких инцидентов, какого-то реванша, террористических атак, то к 19-му числу контингент действительно будет выведен. Но впоследствии Россия сконцентрирует основные усилия на развитии двухсторонних отношений с Казахстаном в военной сфере. И я думаю, что здесь основной оцент будет сделан на создание совместных военных компонентов по модели, которую Россия уже отработала с Белоруссией с одной стороны, а с другой стороны с Арменией. То есть речь идет о создании коалиционной группировки войск и об объединенной системе ПВО с подчинением Москве в случае кризисных ситуаций. Ну и когда все-таки кризис угаснет, Москва так или иначе поставит вопрос об дополнительной форме постоянного военного присутствия. И здесь нужно опять же сказать о том, что на сегодняшний день Кремль рассматривает создание военных баз на территории постсоветских государств, ну как своего рода такую гарантию, которая позволяет застолбить территорию в своей сфере влияния. Тем более, что в случае с Центральной Азией речь идет не только о некой геополитической конкуренции с Западом, но в том числе и с Китаем, с Турцией, которые активно проникают в регион, и их влияние не ограничивается только лишь развитием торгово-экономических связей. Но мы видим, что и Китай, и Турция активно расширяют сотрудничество в сфере военной безопасности, военно-технического сотрудничества, а Китай еще к тому же и даже парамилитарные объекты создает, если говорить о опыте Таджикистана. Ну, наверное, я уже не буду дальше углубляться в следствия для Беларуси. Если будут какие-то дополнительные вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо. Да, я думаю, еще к следствия для Беларуси мы тоже вернемся. Но вот сейчас была рука у Аркадия и Екатерины, которые, так понимаю, я хочу что-то добавить по поводу того, что уставы будут важнее, чем частный договор, я так и представляю. Но давайте тогда в том же порядке Аркадий и потом Екатерина. Аркадий только включить звук. Спасибо. Значит, Светлана, мне кажется, очень точно обнаружила уязвимые точки принятия решений с другой стороны на эти уязвимые точки. А сейчас буду говорить не парламентские. Не парламентские в Москве, в общем, начхать. Да, это новая, так сказать, парадигма российской дипломатии. И здесь надо быть готовым к тому, что она будет довольно последовательно, так сказать, игнорировать такого рода упрыгивание соответствия, скажем, уставового или процедуре уставового. Что касается выступления оценок Арсения, я бы все-таки с ним, я бы ему поопонировал. Значит, во-первых, те подразделения, которые были введены в Казахстан, как утверждает уважаемый мной военный эксперт в России, не являются миротворческими. Единственный миротворческий контингент, который есть и подготовлен в России, он сегодня работает в Карабахе. Это было специальное, действительно, так сказать, подразделение, которое фактически полностью находится на Южном Кавказе. Те подразделения, которые были сегодня введены, ну и сегодня в эти дни, они названы миротворческими. И обратили внимание, что, по-моему, Путин об этом сказал, что они будут проводить миротворческие операции. Это не значит, что они миротворцы. Миротворцы – это проходит специальная, так сказать, подготовка, обучение, работа с гражданским населением. Это очень важно. Но с другой стороны, в Казахстане особенная ситуация. Там нет необходимости работы с гражданским населением. И здесь я еще раз буду оппонировать Арсения. Когда он сказал, что они вошли, чтобы разводить стороны. Друзья мои, в Казахстане в ситуациях нет сторон, которые нужно разводить. Поймите, нет сторон. Есть потерявшая, так сказать, свои силы власть, утратившая в каком-то смысле свою решимость или свои ресурсы. Поэтому нужно были эти ресурсы подкрепить в внешнем участии. И есть улица, которая была подавлена. Жители, которые были дезориентированы, угнетены, испуганы. И есть, не знаю, горстка или сотня, вряд ли уж прямо много тысяч вот этого элемента, который был расходным материалом в руках тех, кто пытался устроить вот эту не контрреволюцию, Арсений. А контрреворот. Там не было никакой революции. Там была попытка верхушечного полупереворота, когда Токаев наконец решился убрать ту половину власти, которая ему мешала работать. Это был полупереворот. Ответом ему стал контрреворот полностью. Контрреворот с участием, так сказать, ОДКБ. Поэтому повторяю, никакой революции, а значит и контрреволюции там нет. Там нет движущей силы революции, друзья. Нету там движущей силы революции. Там нет фактически, оппозиции там не было. Оппозиция – это не кто, который выдвигает политические лозунги. Там разлучала немножко отставка правительства, она была удовлетворена. Шаткелл, старик уходил, выборный с таким. Друзья мои, это просто митинговщина. Никто не артикулировал политические требования. Жанбалат Мамай, ну там против него была какая-то лидер демократической партии. Единственная, так сказать, несистемная партия, не зарегистрирована. Мухтара Аблязова можно вынести за скобки. Это человек, который постоянно на себя натягивает тогу главного оппозиционера. Поэтому, повторяю, там нет гражданского общества, к сожалению, в Казахстане. Там есть активисты, есть протестующие, есть недовольные. Там нет артикулированной политической оппозиции. Значит, там нет сторон, тем более, так сказать, вооруженных обеих сторон. Поэтому, повторяю, здесь, мне кажется, что нужно аккуратнее вот эти кальки, в общем, она имела Патуре Бима, это, кстати, революция, протест и так далее. Это мое мнение. Спасибо. Аркадий, спасибо. И Екатерина? Да, спасибо. Я тоже немножко хочу паунировать Арсению. И вот в какой связи. Смотрите, да, этот договор, который вы процитировали, он есть. И разница между этими силами тоже есть. Но это лишний раз подтверждает то, что я сказала о непонятности мандата. И диалог, который вот, да, то, что сейчас Аркадий говорил, и вы о причинах. Мы не знаем, понимаете, потому что мандата нет. Вот для чего туда вводили и того. Так вот, но единственное, что у нас есть, это заявление, подписанное Пашиняном, 6 января вывешенное на сайту ДКБ, где есть ссылка не на соглашение, которое вы процитировали, а на статью 4 договора о коллективной безопасности. В этой статье четко и ясно, есть отсылка к статье 51 устава, там нету никакого деления на различные виды сил, там есть четко, это четкий механизм, да. Может быть, хотели они одно, а сослались на это. Это совершенно уже не важно, потому что это упомянуто именно в статье 4 договора о коллективной безопасности. И запущен именно этот алгоритм. На мой дилетантский политически-обозрительный как бы вкус, да, я здесь говорю, что я не политический аналитик, это была их цель. Они хотели включить именно, они хотели поиграть в НАТО. Но я не настаиваю на этом, тоже с определенной, естественно, целью, не настаиваю на этом мнении, но вот с точки зрения права, поэтому мы не можем говорить о том, что в каком-то договоре написано, что по запросу одной из сторон можно, и поэтому это соблюдено. То, на что они ссылались, это не релевантно. И также важно сказать, что Аркадий говорит о том, что начихать в Москве, безусловно. Это очевидно и понятно. Но, опять же, мы должны тоже, коллеги, понимать, когда мы говорим о праве вообще, об институтах, их отношение к этому, то, что им начихать, это одно дело. Но то, что мы должны понимать, как должно быть, да, и то, что мы должны понимать, что такое хорошо и что такое плохо, это как бы другое дело. И вот это очень важно тоже разводить и понимать. Спасибо. Действительно, получается, получается, в принципе, такая колоритная картина, когда, получается, значит, совершенная путаница о том, собственно, каких конкретно внешних врагов там ищут те самые, значит, силы ДКБ, то ли против западных НГО, то ли против исламских террористов. Как-то все это вместе в Багане совмещается. И при этом тоже, да, вообще-то непонятно, по какой конкретной статье, собственно, туда вошли на основании, да, каких-то именно правил. Причем, действительно, очень много тумана. Все они тогда, получается, много абонировали. Я в свою защиту очень кратко, да, постараюсь еще раз, как бы, резюмировать свою позицию. Я считаю, что, да, действительно, в Казахстане произошел, ну, дворцовый переворот, если можно так сказать. При том, к этому дворцовому перевороту готовились и семья, и Такаев. Триггером, возможно, стало вот ухудшение внезапное состояние здоровья Нурсултана Назарбаева, его недееспособность или даже кончина. И Россия ввела свои войска под ширмой ОДКБ, потому что мы видим, что превалирует российский контингент. Для того, чтобы, первое, в случае необходимости зафиксировать статус-кво, если кризис перерастет в некие формы конфликта с одной стороны между семьей, а с другой стороны между Такаевым и лояльными ему силами, я имею в виду вооруженного, потому что мы же наблюдали именно вооруженное противостояние. Ну, а впоследствии, когда ситуация быстро стабилизировалась, по сути, это было формой поддержки уже Такаева от возможного реванша со стороны семьи. Ну, это как бы моя интерпретация. Сейчас ситуация стабилизирована, поэтому можно выводить войска обратно. Да, спасибо. Да, всем спасибо. Тогда получается, да, по камере, из-за того, что я сейчас вижу, мне так складывается картина, что, если предложить как гипотезу, что действительно что-то произошло с Назарбаевым, а, честно говоря, глядя на то, сколько он молчит у меня, все больше с каждым днем, оно как-то неизбежно начинает подокрепнуть уверенность, тогда такое ощущение, что просто каждый сделал то, что на этот момент планировал. Одни планировали, значит, такая планировала, ну, как станет, вот, как уйдет с Назарбаева, надо что-то мне делать, там, окружение Назарбаева думало, ну, как уйдет Назарбаев, нам надо будет что-то делать. Ну, Москва, видимо, тоже что-то планировала. Получается, каждый сыграл, может, в заготовленную карту, это тоже несколько, опять же, как гипотеза, предстоящая объяснение. В таком случае, я как бы, мне все неловко смотреть на то, как Виталий Зеленков нас ждет, поэтому мне очень хочется наконец-то переходить к третьему вопросу о том, как это скажется на Беларуси и какие выводы сделает и белорусская власть, и белорусское общество. Потому что, помните, как сначала все, то есть все, кто критиковал мирность белорусского протеста, радостно говорили, ага, смотрите, казахи, вот так-то надо было делать. Потом, значит, наоборот, все те, кто выступали за мирность белорусского протеста, говорили, ага, смотрите, что казахам, вот так не надо было делать. В общем, каждый, кажется, нашел, что для себя, ну и, конечно, да, и, конечно, Лукашенко, который тоже, очевидно, со всем этим смотрит и думает над моделью транзита казахской, о том, насколько она уже совсем не кажется устойчивой. Поэтому, Виталий, какие мысли на этот счет, как это отразится на Беларуси, и какие тут спровоцируют у всех настроение и поведение? Да, только включи звук. Включи звук. Включаю. Нет, да, спасибо. Тут, когда дали объявление про нашу конференцию, то были там иронические, как обычно, это в Фейсбуках бывает, что вот собрались где-то эксперты по Казахстану, но есть у нас, оказалось, эксперты и по Казахстану, и по УДКБ, а я, конечно, эксперт по Лукашенко, вот с 91-го года за этим персонажем слежу, и даже не с 94-го, а с 91-го имею к нему достаточно твердое негативное отношение, не с 94-го. Да, так что про это и поговорим, про действительно влияние казахстанских событий на Беларусь. Вот Вадим уже вспомнил первое самое, может быть, то, что сейчас главное в дискуссиях, ну, скажем, в широких народных масс, в Фейсбуку и в других социальных сетках, это насчет мирного и немирного протеста, при том, когда очень недолго, один-два дня, было такое захопление тем, что вот делают казахстанцы, оно и по результатам, и по результатам короткосрочным, и по долгосрочным сразу же сменилось на то, что оно ушло, вот, и белорусы как-то более немножко осмысленно посмотрели на свой мирный протест 20-го, 21-го года. Ну, мы тут вспомним все эти, как бы, довольно абстрактные цифры, что говорили политологи, и тогда, и потом, что всегда, когда протест начинает радикализироваться, то процент людей, которые готовы в нем принять, он очень сразу резко уменьшается в разы, поэтому вот действительно в Казахстане мы видели на улицах там, ну, сотни людей, тысячи людей, никогда не было тех сотен тысяч, которые есть в Беларуси, и это, конечно, результат такой формы, который приобрел этот протест. Но, с другой стороны, мы не будем сравнить события, действительно, для меня другие люди более правильно сказали, что это была не народная революция, это вот такой верхушечный приворот, использовали народ в своих, скажем, верхушечных разборках, можем так сказать, но, тем не менее, для широкой публики параллели все время проводились, и вот, кроме того, что более эффективно, не тот и тот протест не привел к каким-то тем результатам, которые хотели бы протестующие, но негативных результатов вполне возможно. Протест казахстанский принес больше, чем белорусский. И, с другой стороны, вот тоже абстрактная та мысль, что вот Путин ведет войска, которая или звучала, она с 15-го года, я думаю, стоит напомнить, что впервые за долгие годы, после 6-го и 10-го годов, президентских выборов 6-го и 10-го, в Беларуси в 15-м году не было вообще вопроса о площади, вопроса о массовом протесте в день выборов, потому что был страх, что Путин ведет войска. Это было сразу же после Крыма и Донбасса. К 20-му году этот страх рассеялся, но, тем не менее, среди политических, скажем так, экспертов, аналитиков и политиков он тем не менее оставался, и вопрос остается открытым, мы не можем говорить то, что было, но то, что произошло в Казахстане, оно как раз добавило аргументов тем людям, которые говорят, что если бы все пошло немножко дальше, если бы протест развивался по-другому, то, скажем, за Москвой не заржавело бы ввести и в Минск под любым предлогом эти самые войска. Неважно, как их называть, миротворческие или другие. Второй, конечно, вопрос, более тоже важный, это как Лукашенко воспримет события в Казахстане. Тут, конечно, немножко все более очевидно, про это сейчас много говорят, вряд ли я скажу, что новое, но немножко, скажем так, суммирую то, что звучит, и то, к чему я как бы более склонен, можно сказать, верить. Это, конечно, то, что он, начиная с того времени, как заговорил про транзит власти и заканчивая тем, что уже в августе, особенно в сентябре, уже сто раз было сказано, что проект Конституции готов, что все уже мы готовы вынести и проводить референдум. Несколько месяцев после этого, после того, как все уже было окончательно готово, тем не менее, проект переносили и только вот в декабре дали его общественности. Это говорит о том, что, конечно, не только это, а многие реплики Лукашенко говорят о том, что он до сих пор сомневается, до сих пор он мучается, как это должно пройти, для чего это должно пройти, к чему это должно привести. И тут вот, ну, когда эксперты с условностями все-таки говорили, что тот вариант, который избирает белорусская власть, это более всего похож на казахстанский, что создается такая, у нас это Всебелорусское народное собрание, создается такая структура, куда переходит президент, бывший или даже не бывший, он может возглавлять эту структуру, оставаясь президентом Беларуси, как он себя называет. И это, естественно, похоже на такой казахстанский вариант, при всех, ну, скажем, не абсолютно точных аналогиях. И вот сейчас Лукашенко смотрит и видит, как этот казахстанский вариант сработал, а точнее не сработал, то есть какие угрозы, какие риски появляются, при том, что про это говорили и раньше, что даже казахстанский транзит не прошел, скажем так, спокойно, называли там проблемы и семьи Назарбаева, и все остальное. Но тут это наиболее ярко все сейчас проявилось, и он, конечно, будет, Лукашенко будет думать, зачем тогда мне вообще это нужно. И он будет думать не только про этот референдум, который Конституцию, проект дали, а день референдума до сих пор не назначили, что тоже прокрастинация, что тоже уже все сроки прошли. Он думает дальше, безусловно, он думает про какой-то там и 25-й год, и далее, как вообще уходить, как уйти так, если уходить, как уйти так, чтобы уйти спокойно. И, конечно, вот эти, ну, скажем, если уже переходить на более такой уровень общий, стратегический, то показывает очередная история, в данном случае казахстанская, что вот такие несчастные вот эти у нас авторитарные правители по всю историю, по всей истории последних десятилетий, что как бы ни придумывали, никогда это не проходит достаточно спокойно. То есть в таких авторитарных системах или какие-то юридические заковыки, или какие-то возможности там найти себе какую-то, ну, должность, которая будет как бы уходя, не уходи, и не уходя, уходи, и так далее. Никогда это не проходит спокойно. Часто это заканчивается просто трагически, драматически. И поэтому, конечно, это то, что сейчас, ну, не стоит быть, там, сказать, доктором Щегельским, не стоит быть специалистом, психиатром там или психологом, чтобы угадать, что именно сейчас это больше всего волнует Лукашенко. Впрочем, это видно по его заявлениях, репликах. Ну, еще одно, может, такое внешнеполитическое, что, конечно, почему он так активно выступал за ведение этих, скажем, подразделений. Не будем спорить, раз тут спор до меня был насчет того, как их называть. Все-таки это условно говоря, они назвали это миротворческий контингент. Так вот почему он выступал, и даже в российской прессе было как-то обозначено, что именно Лукашенко выступил инициатором этого. Ну, тут две причины. Во-первых, мне кажется, действительно, есть такая версия, которая уже, можно сказать, не сработала для Лукашенко, что он бы хотел, чтобы Россия немножко погрязла там в Средней Азии в этих проблемах. Он даже при этом заявил, помните, вызов немножко дипломатического скандала, что следующий будет Узбекистан, и нам нужно Узбекистан поддерживать. Короче, Россия, давай занимайся этим регионом и забудь про наш западный регион, точнее, про меня, что-то там от меня хотело, транзит власти или что. Вот это вполне возможно, такая мотивация была, поскольку он действительно слишком активно брал на себя эту роль. Ну, а второе, конечно, это то, что называется банально солидарность диктаторов, автократов, когда сейчас создан прецедент, что ОДКБ, которое было вялое и рыхлое, не помогало ни Армении, никому, своих, так сказать, участников, членов, а тут она вот одному из участников спасла, ну, как это представляется, власть, и значит, что если произойдет критическая ситуация, условно говоря, снова Беларуси, значит, ОДКБ по этому стандарту уже будет помогать белорусскому автократическому правителю. Так что вот такие мотивы, мне кажется, достаточно очевидны. Да, Виталь, спасибо. Действительно, да, такое превращение ОДКБ в такую защиту диктатора. Сейчас сказал тогда про солидарность диктаторов. Не могу не вспомнить тезис основателя ВИСа, металлога Виталия Силийского, который как раз говорил, да, и про авторитарный интернационал, и про превентивный авторитаризм. Вот, да, выглядит так, что ОДКБ как раз становится механизмом авторитарного интернационала и вот таким каким-то фреймворком, воплощением, который позволяет, в общем, диктаторам понимать, в рамках какой структуры друг другу помогать. Я вот хотел еще, может быть, прежде чем будем переходить к вопросам, я вижу, что они уже есть в чате, хотел спросить, может быть, кто-то из присутствующих хотел бы что-то еще дополнить по поводу именно влияния этой ситуации на Беларусь, на то, что думают белорусские власти, белорусское общество. Арсений, может быть, ты что хотел бы добавить? Или я вижу, что вот у нас в связи участников есть, и, как мы доверились, есть и Артем Шрайбман, и Юрий Зарокохруст. Может, Артем или Юрий, может, кто-то из вас тоже по Беларуси бы что-то добавил, буквально пару тезисов. Или, Арсений, тогда, может быть, стебарит что-то еще? Ну, давай, да, тогда я добавлю. Ну, мне кажется, что ситуация в Казахстане на самом деле приведет к тому, что в Минске примут решение отложить транзит как минимум лет на 5-10. Насколько это реализуемая задача, покажет время. Но даже вот по тому проекту Конституции, который мы уже могли прочитать, я здесь с Виталием соглашусь, ну, по всей видимости, какой-то четкой концепции того, как этот транзит власти готовить и впоследствии реализовывать, сегодня у Лукашенко нет. И это значит, что вместо каких-то рискованных экспериментов, я думаю, что Назарбаевский транзит именно таким образом сейчас воспринимается в Минске, будет принято решение ситуацию все-таки заморозить и вернуться к ней, ну, может быть, в 2025 году. В зависимости, опять же, от внешнеполитической конъюнктуры, прежде всего. Что касается... Арсень, может, сразу же вопрос, чтобы мы не перескакивали. Ну, все-таки есть общее такое мнение, и оно было вызвано теми там сочинскими встречами, и потом интерпретация, что транзит – это то, что, ну, пожелало, потребовало, как угодно можно употребить слово, Россия, Кремль. Если Лукашенко, мы предположим, ну, скажем так, достаточно очевидно, не очень-то волнует мнение на сегодня белорусского общества, значительно его частью, то вот мнение Кремля он может игнорировать или этого мнения, по-вашему, просто не было? Нет, я думаю, что Москва, безусловно, будет настаивать на транзите власти в Белоруссии и продолжать, оказывая давление. И тот факт, что Минск до сих пор не получил 3,5 миллиарда долларов для рефинансирования долга перед Российской Федерацией, ну, подсказывает нам о линии, которую занимает российское руководство. Это как бы способ оказывает давление на Лукашенко с целью принудить его все-таки запустить вот этот процесс. Но события в Казахстане, они дважды, я думаю, заставили Александра Лукашенко подумать и, более того, усомниться в необходимости этого транзита, потому что по факту получается, что вот тем планом транзита власти, который в свое время инициировал Назарбаев, воспользовалась та же самая Россия, поддержав в самый критический момент не Назарбаева, его семью, а нового президента страны, Такаева, его преемника. И я думаю, что это тоже большой вызов для Александра Лукашенко. И из-за того, что Кремль, с одной стороны, не снимает с повестки дня вопрос о начале политической реформы и транзита власти в Беларуси, а с другой стороны, Лукашенко вряд ли пойдет на удовлетворение этих требований. Но отсюда, мне кажется, очевидно, что отношения между Минском и Москвой будут приобретать конфликтный характер на протяжении 22-го года, особенно после референдума. Ну и по поводу ДКБ, мне кажется, что единственная причина, почему все-таки Россия решила спроецировать свою силу с помощью именно контингента из стран ОДКБ, а не послать российские войска, связана как раз с желанием закамуфлировать, замаскировать непосредственно российскую инициативу и российскую участие, тем более, как Аркадий тоже говорил, к российскому военному присутствию в Казахстане вы отнеслись гораздо более агрессивнее, чем к присутствию контингента ОДКБ. Мы видели, что Россия очень избирательно использует этот инструмент в случае обострения Нагорно-Карабахского конфликта. Мы видели, что Россия, по сути, проигнорировала запросы армянской стороны, при том не только, которые осуществлялись по линии ОДКБ, но и на двухсторонней основе, у Армении и России есть также объединенная группировка войск, единая региональная система ПВО, и поэтому с этой точки зрения говорить о том, что ОДКБ превращается в какой-то инструмент защиты автократии пока что очень рано. Спасибо. Спасибо. Я вижу, у нас в чате уже собралось несколько вопросов. Сейчас будем к вопросам переходить. В частности, я вижу, Юрий Даркофрост хотел задать вопрос. Юрий, вы с нами? Добрый день, мои господа. Я хотел задать Аркадию вопрос. Он по поводу одного из этапов его призиса употребил выражение «недопереворот». Можно использовать эту словесную конструкцию, говоря о том, что произошел в каком-то смысле недоввод войск ОДКБ. Потому что, когда об этом было объявлено, сразу у многих возникла ассоциация Венгрия 1956 год, Чехословакия 1968 год, Галичевское граждане отечества в опасности, наши танки на чужой земле. Но масштабы совершенно несопоставимые. Я вот посмотрел источники. В Венгрии в 1956 году вводилось 20 советских дивизий. В Чехословакии 17 дивизий. Тут введено было от силы, по-моему, 3 или 5 тысяч. На несколько дней. Почему? Ну, хорошо. 2 с половиной. Но все равно. Это не 20 дивизий, не 17 дивизий. Советская логика была вот такая. Начал делать такое, чтобы не встал. А тут это скорее напоминает, знаете, как после такого щедрена. Там был такой капитан-исправник, говорил, что я бунты мужиков давлю просто. Я туда даже не еду. Я на бричке посылаю свою фуражку, и они разбегаются, подаю имя. Ну, фактически ДКБ послало фуражку в Казахстан. Почему фуражки было достаточно, Аркадий? Спасибо за вопрос. Всегда с такими прекрасными отсылками. Да, спасибо, Юрий, за вопрос. Ну, знаете, пользуясь вашими, или, так сказать, вашими ссылками на мое пределение, я скажу, что про недопереворот. Понимаете, 68-56 год, даже 79-й год, то была реакция империи, а сейчас реакция недоимперии. Да, недоимперии реагирует, демонстрирует недопереворот и так далее. И недовторжение. И недовторжение. Ну, это так, это филологические изыски какие-то, да. По сути, я скажу так, что, во-первых, все-таки тогда на кону стояло гораздо больше. Тогда, извините, мы защищали завоевание социализма. Не забудьте. Мы тогда защищали завоевание итогов Второй мировой войны. Не забудьте. Мы тогда защищали раскол Европы на, что называется, по берлинской линии. Не забудьте. А сейчас Казахстан и так у нас в кармане. Это ближнее подбрюшки. Да, это так, так сказать, если уж по большому счету говорить. Это первое. Второе. Тогда ведь тоже, кстати говоря, случился казус. Если вы помните, поначалу даже были введены не только советские войска и другие, но и немецкие, ГДРовские войска. Их тут же загнали назад. Они даже не успели войти. Там только офицеры, некоторые штабды участвовали в этой операции. Но потом было, естественно, принято правильное решение, что еще раз немецкие военные заходят на территорию Кославки. Нет, это же тумач. Так что там тоже поначалу было, так сказать, грандиозно, потом немножечко сократилось. Теперь, что касается вот этой нынешней ситуации. Мне все-таки кажется, что Путин по большому счету должен радоваться тому, что прошло так, а не так. Потому что застревание этого контингента в Казахстане, в Азии, это уже абсолютное афганское державе. Там очень элементарно поддаться на искушение отвечать на какого-то рода вызовы, на стрельбу, на инциденты, на реакции, так сказать, казахов. Я уже сейчас говорил. Туда водились не миротворцы, Юра, туда водились воздушные десантные подразделения. Они не умеют работать с гражданским населением, которое выступает противником. К счастью, там нет этого гражданского населения в Казахстане, которое было так вот прям активно уже успело воспротивиться. Там есть только настроение, которое подспудно. Сегодня транслирую, в том числе и социальные сети. Время другое, есть интернет, все прозрачно. Это первое. Второе, как мне кажется, Путин, Воленс Ноленс и его лишили возможности вот такого печальной раскрутки и втягивания. А второе, он уже сделал то, что он сделал. Он уже показал. Он уже вынул, так сказать, наган из кармана. Не фигу. Если раньше он фиг, так сказать, мог оберегировать. А он сейчас вынул наган из кармана. Он фактически этот наган предъявил и сказал, ну, значит, мужики, в общем, вы имеете в виду, если что, так я все-таки буду работать вот так по этому сценарию. Никто меня не остановит. И даже то, как очень точно и изящно Светлана сформулировала целый перечень процедурных нарушений, несоответствующих уставов и так далее, его это не остановит. Когда нужно, он ссылается на ООН. Когда не нужно, он его и нарезает. Он показал миру, в том числе, ну, мы, по-моему, Юра с вами уже говорили, да, отдельно у нас была беседа, что это очень хорошее подспорье в его ультиматуме Запада, изложенном 15 декабря. Я требую соблюдения моих условий поведения Запада на постсоветском пространстве в тех государствах, которые входили в состав СССР, но не являются им членами НАТО. Вот это как раз Казахстан и есть. Да, так сказать, Янки Гоухо, вы даже не думаете, что сюда подходить. Вот он это и продемонстрировал. Ну, все, достаточно, и нах, хватит. Я так думаю. Спасибо. Я вот еще вижу, что сейчас свой вопрос написал Артем Шрайбман. Ну, Артем, я, конечно, не знаю, ты же не Назарбаев. Мы можем, конечно, попросить Антона зачастую твой вопрос вслух, как он Назарбаев про секретарь. А ты, вроде бы, тут с нами живой и здоровый. Можешь тогда сам свой вопрос задать? Спасибо большое, Вадим. У меня просто может быть немножко шумно, за спиной поломка. Надеюсь, что слышно. Вопрос довольно простой Аркадию тоже. Насколько решающим для исхода вообще всего политического кризиса конфликта был момент и вообще действие ввода войск. То есть, понятна его психологическая такая роль, да, и, наверное, задача, которая за ним стояла. Но, что называется, оценивая реально положение, такая его в тот момент. Насколько вам известно. Потерял ли бы он власть, если бы он не пригласил УДКБ, если бы войска не вошли? Что ему вообще не хватало лояльных сил или плот? Или вот он был настолько на грани падения, что ему нужно было приглашать иностранный контингент? Артем, артем, мне кажется, спасибо за вопрос. Мне кажется, что вопросы справедливые и очень такая рискованная. Да, ну, собственно говоря, я говорил, да, я думаю, что он бы потерял. Я думаю, что это кончилось бы плохо, но не только для него, но, кстати, и для Путина. Потому что Путин, в общем, не умеет работать с теми, не готов работать с теми, кого он пока не очень понимает. Такая он уже понимал к этому моменту. Пусть он не очень, так сказать, ему близкий по духу человек, но, тем не менее, это человек, так сказать, российской выучки, там, гемошник и так далее. Это первое. И второе. Вы понимаете, что если бы Путин допустил, что улица снесла власть, а какая-никакая, это все-таки для внешней картинки это улица. Мы, так сказать, уже понимаем, что это действительно был верхушечный переворот и был расходный материал не совсем уличного происхождения, так сказать, как у квази, так сказать, демонстранты и прочее. Это очень был бы плохой знак, так сказать, российскому, как бы населению. Оно бы увидело, что вот, в общем-то, так сказать, сытой благополучной стране относительно, мы не будем сейчас углубляться, понятно, что это не так, дифференциал огромный, несмотря на сравнимость с российским ВВП на душу населения, мир, город и мир увидел бы, что улица может снести власть. Это нужно Путину? Протесты такого рода могут, так сказать, так эскалироваться? Он же, фраза-то у него была брошена, когда он отвлекся от текста на Санте ДКБ, он сказал, вот вы видите, к чему могут привести протесты, социальные протесты, как-то, да? Вот это вся, так сказать, фабула его отношения к этому, да? Я думаю, я не смотрю телевизор, но думаю, что это очень хорошая основа для методичек, которые Кремль теперь, в принципе, должен будет раздавать или уже раздает там Саларьева, скажем, да, Лискабеев. Вот так, как-то я вижу эту ситуацию. Позволите уточнить все-таки, интересно в таком случае в пользу кого бы Такаев эту власть потерял? Потому что, ну понятно, что у этих толп не было лидера, по крайней мере, очевидно. В основном беспорядки были не в столице, где находился Такаев. Каким был бы механизм вообще в таком случае его свержения? Кто бы к власти, скорее всего, пришел? Потому что, если речь шла о межклановой борьбе и власть захватили бы силовики из клана условного Назарбаева, ну в чем здесь проблема для Путина? Он с ними работал десятилетиями. Нет, Артем, это и правда, и неправда. Я же сказал, что те питомцы гнезда Назарбаева вовсе уже не Назарбаев, как бы, не его система ценностей. Назарбаев очень советский человек. Эти питомцы, условно говоря, сам отобиж, как раз это балды, да даже, так сказать, группа, которая была бы ориентирована, скажем, на олигархов типа Кулебаева, но считается, что близкие к нему это Карим Масимов. Я думаю, что группировка Самат Абиши радикальная, с таким тюркско-исламским исламистским уклоном вполне могла бы претендовать на замещение реальной власти в стране. И эта власть, несмотря на то, что она бы прикрывалась этим так сказать, мифом Назарбаевского образа, она бы Москву вряд ли бы устроила. И это, в принципе, уже тогда бы вызвало очень серьезную ажитацию вообще говоря, исламистского, так сказать, не то чтобы подполья, а вообще исламистского ресурса всего центрально-азиатского региона. Это бы невероятно сильно взбудоражило, потому что все знают, кто есть сегодня вот эти племянники или в первую очередь там те, типа Кайратов с этой Балгарии. Вся беда в том, что, да, многие говорили, что мы не знаем расстановки сил. Мы еще вообще ни разу не сказали о вот этом племенном клану, так сказать, племенном характере Казахстана. Там очень много чего нам непонятно. И вот это, так сказать, это бы взорвалось, это бы сыграло. И я не уверен, что, скажем, те, кто осудят за ситуацией, контролируют ее в Кремле, адекватно ее оценивают. У меня есть некоторые косвенные свидетельства, что они не очень понимают, что такое сегодняшний Казахстан. Честная страна. Спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Да, тут опять же вспоминаем, чего сегодня не было. Хочу добавить, что да, думаю, не будем называть имя, но я думаю, все участники белорусские знают, что есть у нас в Беларуси хорошая специалистка по Казахстану, которая как раз хорошо писала про внутривлитные вещи, про жузы, поскольку она в прямом смысле в Беларуси, к сожалению, не готова ничего комментировать публично, поэтому, к сожалению, ее здесь сегодня нету. Но да, поэтому вот эту часть пока у нас остается не раскрыта. Так я вижу, что у нас еще появляется много новых рук. Давайте идти по порядку. Антон, я бы тогда тебя попросил зачитать вопрос, который был для Екатерины, и тоже всем универсникам напомню, что у нас Екатерина зовут Екатерина, не Светлана. Да, вопрос с Екатериной был про... очень важно, думаю, что вы заметили то, что имело место нарушение договора о ДКП вообще международного права, но есть ли какие-то механизмы обсуждения этого нарушения на международной площадке или наказание санкций за такого рода нарушения? Можно ли предотвратить эти нарушения в будущем? Спасибо. Огнешка Каминска, Польский радио 24. Огнешка, спасибо вам за вопрос, потому что, мне кажется, то, что Екатерина говорила в конце осталось немножко недосказанным, что окей, нарушение формальное такое юридическое может мы его фиксировали, а будет ли оно иметь последствия? Какие? Потому что, если не будет, то понятно, что сложно тогда представить, почему бы и не нарушать такое дело? Да, спасибо большое. Здесь тоже опять два момента. Последний касательно вашего только что тезиса, Вадим, но я сначала отвечу на вопрос. Ну, значит, во-первых, если мы пойдем снизу, то есть сустава ОДКБ, там положение разрешения споров говорится о том, что при нарушениях устава споры, вытекающие из него, не решаются последствиями консультаций или переговоров, а если нет, то подаются на разрешение совета. Мы понимаем, что эта организация, состоящая из заграничного количества, очень маленького количества членов, в которой все безусловно в орбите России находятся и ей как бы контрольные там не де юре, но де факто. И это, ну, то есть внутри организации никто поднимать эти вопросы не будет. Тем более, как мы уже поняли, оговорка об ограниченном формате, она как раз и для того, чтобы как бы ты с чем-то не согласен, да, ну, сиди, не отсвечивай тогда. И мы себя не будем трогать, ну, и ты. знаешь, что мы уже за тебя все решили. Что касается, если подниматься вверх, нарушенный устав ООН. Во-первых, я напомню, кстати, что помимо того, что все государства эти члены ОТКБ, они члены ООН, да, и они несут обязательства, они взяли их на себя, они члены, они подписанта устава, и они не свободны от них. Мне очень тоже интересно, например, было бы, вернее, я по-хорошему, да, то есть, если говорить о том, как должно быть, то Совбест должен каким-то образом был отреагировать на это, но здесь тоже много переменных, еще, я думаю, будет очень зависеть от того, как эти войска выйдут, и выйдут ли они, потому что мы вот так говорим, да, что они там выходят, но на самом деле это тоже вопрос, выйдут ли они до конца, и выйдут ли вообще, и так как они пока ничего, скажем, там плохого не делали, то это как бы Совбест еще не очень озаботило, но вопрос дальше, нужно просто наблюдать за ситуацией, но вообще, конечно, по-хорошему, это должно было быть вынесено на заседание Совбеза, потому что я еще раз подчеркну, это конкретное включение механизма, который четко как бы обозначен, вот, ну, а что говорится, если говорить о том, что вы, Вадим, сказали, что, мол, если нет механизмов, да, то почему бы так не делать, опять же, возвращаясь к тому, что я говорила в начале своего выступления, это как раз вот логика государств, которые вообще не убирают право из элементов управления, которые не привыкли к подочетности, которые не считают, что право это ограничитель власти, и несмотря, ну, то есть, и это не есть путь к развитию, да, несмотря на то, что, еще раз повторюсь, и Америка не святая, и Евросоюз тоже, и эти, и одиозные многие решения, неоднозначные, и все такое прочее, но мы должны понимать, как бы, что хорошо, что плохо, как должно быть, и стремиться к этому. Кроме того, я еще раз тоже напомню, что, тем не менее, государство, несмотря на такое свое отношение, некоторые из них, да, к правой рамке, они все равно ей себя связывают, да, они, ни одного государства в конституции не написано, что мы устанавливаем авторитаризм, там, диктатуру, да, все связывают этой рамкой, и проблема в том, что рано или поздно, как с Паниковским, да, он хотел жить за счет общества, но общество не хотелось, чтобы он жил за его счет, и этого противоречия он не вынес, и поэтому, когда вот государства хотят, с одной стороны, вынуждены встраиваться в рамку, но не хотят, как бы, перетерпевать последствия, ну, рано или поздно, этого противоречия, оно разрешается все-таки не в их пользу, как показывает история, и это же самое произойдет и с всеми ребятами, вопрос, конечно, какой ценой, какими жертвами и какое время. Да, Екатерина, спасибо. В таком случае, да, я вижу, у нас еще несколько поднятых рук, но перед этим хотел бы дать слово Марии Авдеевой из Европейской экспертной ассоциации, которая тоже меня в чате просила ей слово дать. Так, Мария, это с нами тут сейчас? Да, да, извините, тут у нас просто очень холодно. Спасибо большое за отличную дискуссию, такой вот уровень нечасто можно услышать, и собрали таких суперэкспертов в одном месте, я бы очень много себя подчеркнула, подчеркнула, у меня первая короткая ремарка, и я хотела, как бы, по поводу того, что Екатерина говорила, тоже как-то это, ну, так, она сказала, и, в общем-то, больше к этому не возвращались, по поводу того, что механизм АДКБ, задействовали именно потому, что нужно было задействовать именно этот механизм. И я бы хотела, как бы, ну, так акцентировать, что сейчас происходят переговоры после ультиматума Путина по нерасширению НАТО, и ультиматума по следующему витку и по интервенции, возможно, полномасштабной в Украину, и поэтому вот это задействование АДКБ, я занимаюсь мониторингом российской дезинформации, сейчас по всем российским каналам используется как такая рекламная акция, что посмотрите, как быстро мы можем развернуть свои войска там, где нам будет это нужно, и мы можем это сделать там в течение суток, ну, насколько это связано, мне интересно, если кто-то видит здесь связь, или это просто было использовано, то есть, что это совпало по времени, или это просто было так использовано, потому что использовано. И два вопроса коротких, один к Виталию, как к эксперту по Лукашенко, Лукашенко не решился в свое время запрашивать ведение войск, понимая, чем АДКБ, понимая, чем лично ему это угрожает, и как вы считаете, теперь после того, как он все больше подпадает в зависимость от Кремля, решится ли он в какой-то из моментов на это, либо Кремль его вынудит, почему бы теперь, например, Кремлю не провести подобную акцию в Беларуси, и еще раз показать, значит, до НАТО, кто здесь самый главный. И второй вопрос у меня к Юрию, была такая информация, что Россия очень быстро свернулась, быстро вошла и быстро выходит, потому что Китай также выразил, в общем-то, свою позицию по этому вопросу, о которой мы здесь тоже как-то не говорили. Как вы считаете, я знаю, что вы занимаетесь глубоко темой Китая, насколько он сейчас влияет на ситуацию, и имело ли китайское влияние значение для того, чтобы сейчас войска ОДКБ достаточно быстро выводили. Спасибо большое. Спасибо. Мне кажется, это очень актуальные вопросы, потому что мы упомянули раньше Китай буквально пунктиром, а действительно, очевидно, к этому региону это имеет значение, но только никак не могу не пошутить, что представляю, как Россия будет принуждать Покошенко добровольно ввести войска. Представляю, какая здесь может быть угроза, если не согласитесь, чтобы добровольно я короткую ремарку как эксперт по дезинформации себе позволю. Сегодня, например, было два репортажа российских военных корреспондентов, то есть тире российских граждан, которые занимаются продвижением российской военной доктрины, которые в Тазахстане показывали, что там есть американские биолаборатории. Если это загуглить их фамилии со словом биолаборатории, то перед этим они их находили в Украине, в Грузии, ну и вообще во всех местах, куда Россия вводила войска. Ну так просто ремарка. Да, видимо, на этих биолабораториях искусственно выращивают коронавирус. Ладно, шутки в сторону, Виталий, да, тебе слово, а то мы долго говорим про другое. насколько вероятны принуждения со стороны Путина, как думаешь? Да, спасибо, Мария, за очень интересные вопросы. Я думаю, что если вспомнить, ну это событие августа 2020 года, когда Лукашенко заявил, и Путин, что готовы российские резервы для того, чтобы при случае, там если будут подрывы зданий, там я почти буквально цитирую, пожары и массовые беспорядки для того, чтобы вести на помощь, скажем так, белорусским властям. То есть это так было обставлено, и тогда на тот момент ну хватило этого психологического, политического жеста со стороны Москвы, чтобы номенклатура, которая возможно особенно первые дни силовики, они как-то колебались, чтобы они приняли сторону окончательно власти, и вот Москва в этом смысле переломила ситуацию. То есть, отвечая на ваш вопрос, я считаю, и даже те люди, которые там были из их рассказов, я считаю, что это не просто мнение, это вполне доказанный факт. Мне кажется, что если бы дальше развивалась ситуация более резко, то, конечно, бы они вели эти резервы, и Лукашенко попросил бы, рассчитывая, что потом он сможет уговорить их уйти, поскольку это полицейские части, это не военная база. Так что они бы вели, и он бы попросил. Вот, мне кажется, такой ответ на этот вопрос. Да, спасибо, и тогда Юрий про китайский фактор, может быть, чуть подробнее про эту часть поговорим, тем более, что, да, раз вы занимаетесь этим регионом в целом, тут действительно мы так обмоктируем, сказали, что вот Китай, вот Турция, да, там есть влияние, а какое конкретно вообще их отношение, потому что, опять же, может быть, в белорусских новостях не очень понятно, что вообще Китай по этому поводу всего удобит. Спасибо большое за вопрос. Влияние Китая, я думаю, является, вопрос влияния Китая и возможность его использования к подушке безопасности, либо как противовеса России, является, ну, довольно-таки интересным, интересным объектом, предметом для исследования, потому что мы видим, очень часто во многих странах на самом деле переоценен фактор Китая как возможность, скажем так, создания контрбаланса российского влияния. Мы видим, что позиция Китая, официальная позиция, она довольно обтекаемая, скажем так, за мир во всем мире, за мирное решение вопросов, приблизительно так, и за отсутствие внешнего влияния. Что на самом деле думают в китайском военно-политическом руководстве, понятно, что мы не знаем. Мы видим обтекаемую позицию, мы видим отсутствие каких-либо конкретных таких активных шагов в этом направлении, мы видим, возможно, как один из индикаторов, это публикации на китайских прессе, например, англоязычный Global Times, в котором, как всегда, в принципе, китайская сторона обвинила запад в разжигании революций, цветных революций, попытки дестабилизировать, попытки влиять на Китай, на Россию, на пояс и путь и так дальше. Поэтому здесь, в принципе, ничего не было нового, это такая довольно привычная риторика англоязычных китайских государственных СМИ. С моей точки зрения, основной геополитической задачей на десятилетие для Китая является стратегическая конкуренция с Соединенными Штатами Америки. И Китай все свои усилия концентрирует именно на этом направлении. Поэтому для Китая важны стабильные, дружественные, прогнозируемые отношения с Российской Федерацией, чтобы не создать себе второй фронт. И Россия для Китая в данной геополитической ситуации является союзником, таким ситуативным союзником, по крайней мере, в некоторых сферах, в которых можно объединить усилия в информационной, в международной, в политической и так дальше. Поэтому те страны, которые Россия считает зоной своих интересов, Китай вмешиваться не будет и не вмешивается, то, соответственно, не будет переходить те красные линии, которые будут раздражать Российскую Федерацию. Поэтому, с моей точки зрения, все-таки влияние Китая в Казахстане и на постсоветском пространстве, оно переоценено. Мы это видим и по белорусскому кейсу, по Нагорному Карабаху, где Китай тоже нет никакой позиции, хотя Нагорный Карабах, извините, это один из элементов пояса и пути через Каспийское море. И это вроде бы как важно было для Китая, но там позиции тоже мы не видели, по крайней мере внешне. По украинскому кейсу точно так же Китай не вмешивается в украинско-российский конфликт практически никак. Поэтому я думаю, что гипотеза о том, что Китай может быть подушкой безопасности для контрбаланса российскому влиянию, например, является несостоятельной. Китай работает над стратегической конкуренцией США и только жестко он будет защищать те интересы, которые являются ключевыми. Это Тайвань, это Южно-Китайское, Восточно-Китайское море, это безопасность Сизиан-Угуртского региона, Тибета и так дальше. Спасибо большое. Да, Юрий, спасибо. И тогда я вот еще вижу руку Павлюка Муковского еще. Павлюк, микрофон. Да, спасибо. Я хотел отметить, что для белорусского варианта очень мало изменилось после событий в Казахстане для Александра Лукашенко, поскольку он и так не доверял транзиту и он вообще никому не доверял. И если мы посмотрим комментарии по подготовке к референдуму, то последняя дата, когда может появиться указ о назначении референдума, это 18 января, то есть мы еще эту дату не прошли. Но если мы посмотрим сам документ, то там есть отсылка к неразработанному закону о Всебелорусском народном собрании, новому органу, который должен стать над ветвями власти и фактически обрадать правом вета на его решение, то есть такая надстройка, которая является важным элементом реформирования политической системы. И если есть такой баг, то это на самом деле не баг, а скорее фича, это предпосылки для оттягивания еще на год-полтора реализации итогов референдума, и это достаточно для того, чтобы растянуть этот срок до президентских выборов 25-го года, если они будут проходить заявленные сроки, и тогда в итоге это все можно будет увязать с электоральной кампанией, посмотреть, как изменится конъюнктура и прочее, прочее. И вот отсутствие в проекте изменений и дополнений в Конституцию механизмов формирования Всебелорского народного собрания не является точно случайным, потому что Александр Лукашенко неоднократно в течение 21-го года отмечал на это, обращал на это внимание, ну то есть это сознательно заложено в текст, и это возможность для проволочек, и такая продуманная возможность. И соответственно я думаю, что да, возможно будут ссылаться на вариант Казахстана, на то, что сегодня Геннадий Давыдов в интервью ОНТ об этом как раз и говорил, что нужно очень осторожно принимать решения в связи с событиями в Казахстане и в других странах постсоветского пространства, но фактически вероятно сам по себе референдум не будет отлагаться, он состоится в конце февраля, скорее всего его реализация решений растянется по времени, скорее всего Россия будет недовольна, но мы уже достаточно продолжительное время существуем в условиях, когда Москва и Минск скрывают недовольство в отношении друг друга. Ну да, с Павеликом согласен в том плане, что действительно то, что сейчас вроде как судя по всему будет выноситься на референдум, вариант, где в общем отсутствует самое важное. Понятно, мы прописали всякие прекрасные моменты про брак как союз мужчина и женщина, понятно, что это последнее, собственно, ради чего это все затевалось, и да, совершенно верно, что получается самая основная власть переходит в ВНС, а как формируется ВНС, сколько там конкретно будет членов этого собрания и какой будет механизм выборов, какой механизм назначения, совершенно непонятно никакую долю участников ВНС будет назначать и кто из чиновников, и какой в итоге это будет баланс, поэтому да, без этого прописанного непринципиально принять или не принять этот вариант, потому что в нем, самое главное, это отсутствие. Хотя, мне кажется, скорее даже не то, что баг, не то, что фитч, а скорее они долго думали над вариантом конституции, что, поскольку никакого варианта транзита не нашли, то не придумали ничего лучшего, чем сказать, что это мы решим потом. Замечательное решение, правда, ничего не решает, но так, что хорошо. Как будто через год какой-то гениальный способ сложится. Арсений, еще была рука. Да, я вот как раз хотел продолжить мысль Виталия. Он как раз очень классно раскрыл всю подоплеку белорусских событий и как психологически, даже на психологическом уровне угроза вести российские войска повлияла на позицию элиты белорусской. Мне кажется, что здесь можно провести своего рода параллели с ситуацией в Казахстане. И здесь вопрос, который Артем Аркадию адресовал. Как раз мне кажется, что Москва вводила свой контингент в Казахстан для того, чтобы показать, на чьей стороне она выступает в этом внутриэлитном конфликте, который, по всей видимости, ввел казахстанские элиты в такое состояние неопределенности. и в принципе, Москва с этой задачей очень легко справилась, мобилизировала и аппараты, силовые структуры вокруг Такаева. И тоже интересный момент, если говорить про параллели, 5-го числа, 5-го января вечером из России в Казахстан прилетела группа межведомственная советников из разных специальных служб Министерства обороны, администрации президента для консультирования Такаева. И я хочу напомнить, что аналогичный борт прилетал в Минск, в том числе в самый разгар протестных событий в августе 2020-го года. Ну, поэтому здесь вот тоже такая интересная параллель. Ну, и мы знаем, что Москва теперь требует от Александра Лукашенко. И вот интересно, какой список условий выставил Кремль уже новому президенту Казахстана взамен на свою помощь. Ну, и самое главное, как Такаев будет реагировать и реализовывать свои обещания потом. Да, спасибо. Всем спасибо. Получается такая российская, не знаю, команда антикризисных менеджеров контрреволюции, ну, или контрреворота, как Аркадий уже говорил, умеет что сказать ликтаторам, смотрите, если у вас переворот, нормально, не переживайте, мы так уже видели, с таким уже работали, опыт есть, вот надо делать АБЦД, пропагандистов, рассказывать про то, что это все фашисты, и все, и такое. Это, конечно, интересно. Так, я вижу еще у Аркадия руку, и можем тогда сейчас Аркадию с одним словом, и можем постепенно, в принципе, и заканчивать, потому что время наше, в общем, Аркадия перед камерой. Я здесь, я здесь, почему нет? Аркадий, попробуйте переключить камеру, может, мы вас увидим. Включение, что-то просто физически камеру загораживает. Ну, не знаю, не знаю, нет, у меня все важно, я вам скажу, важно не как я выгляжу, а что я говорю, да? Значит, я вернусь очень быстро к китайскому, так сказать, следу. Дело в том, что я не совсем согласен с утверждением, что, в общем, Китай в этой ситуации, ну, как бы, как бы не при делах, говоря таким вульгарным языком. Нет, у меня есть сильное подозрение, что заявление Такаева с предложением об окончании эмиссии ОДКБ в том числе связано и с известными ему, ну, я не знаю ничего конкретного, вам ничего не могу сказать, доказать что-то, но, во всяком случае, он учитывал, мягко говоря, настроение Пекине на эту тему, которое, в общем, не в большом восторге от перспективы было долгого присутствия российской, так сказать, российского контингента военного в Казахстане. Еще вот в чем дело, это связано, между прочим, с обстоятельством, которое нам всем очень мало известно, мне было тоже до недавнего времени неизвестно. Дело в том, что Китай является одним из гарантов суверенитета территориальной целостности Казахстана, которое было предоставлено в качестве условия для обеспечения его решения о выводе ядерного оружия после распада Советского Союза. Это тот же самый аналог, справедливо Будапештского меморандума для Украины 1994 года, который Россия нарушила. Так вот, там не было Китая, там был Запад, Штаты, по-моему, Великобритания и Россия. Здесь есть Китай, в том числе. Поэтому пожелания Китая, которые, в общем, не был бы счастлив, повторяя, долговременного нахождения российского контингента, не мог не учитывать господин Токарев. Так что, вот такая вот деталь должна присутствовать в нашем понимании. И еще замечание про поводу Марии, которая вот с улицы нам рассказывала. Вот она то, что говорит, она видит уже российское телевидение, которое я как бы не смотрел, но оно вполне точно соответствует тому, о чем я говорил. Методичка получена, о которой я говорил. Которая говорит о том, что Россия показала, она свой бенефит с этого уже поимела. Она показала, что может разворачивать быстро, доставлять оперативно, вмешиваться, когда ей нужно. Вот это тот бенефит, который, независимо от того, что нужно ввести и вывести быстро, получила Москва. Но это совершенно было естественно продолжить. Так что нечего здесь и сомневаться. Все получили свои плюсы, кроме несчастного Насултана Абиштина-Зарбаева. Спасибо большое. Аркадий, да, получается. Мне кажется, как раз такой хороший момент, на котором можно заканчивать, что все получили плюсы кроме Назарбаева. А сможет ли Назарбаева вообще что-нибудь еще получить, мы узнаем, почему объявится он или нет и в каком состоянии. В таком случае я хотел бы искренне поблагодарить всех участников нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, получилось очень насыщенно и, как лично для меня, у меня значительно лучше сейчас прояснилось и видеться ситуация вокруг Казахстана, чем два часа назад. Хотя, в общем, тоже последние недели про это много читал и смотрел. Поэтому всем большое спасибо. Я напоминаю, что дискуссии экспертно-аналитического клуба в этом сезоне обязательно будут продолжаться. Я думаю, обязательно и референдум февральский обсудим, и снижение институции и все, что еще будет нужно и все остальные горячие темы. Да и про всякие старые темы вроде облегчения ковида тоже забывать не вузим и про это тоже обязательно поговорим. Поэтому всем, пожалуйста, следите за нашими рассылками, вписывайтесь на рассылки пресс-клуба и Белоруссин Фокус, где обязательно будут анонсы наших следующих дискуссий. И подписывайтесь на канал пресс-клуба в Ютубе, если вы смотрите нашу дискуссию в записи. Поэтому еще раз всем большого спасибо и будем надеяться этот год будет не только таким интересным, как его начало казахское, но и еще, как Аркадий сказал, что все получим свои бенефиты и все будет неплохо. Поэтому спасибо всем, хорошего вечера и до новых встреч.